Музыка Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте Кубок Сибири прошли в Омске во второй раз и собрали рекордное количество спортсменов. В турнире приняли участие представители 32 городов России, а также Республики Казахстан. У нас с этих соревнований идет прямой отбор на участие в первенстве России. Те спортсмены, которые здесь занимают призовые места, они получают именной допуск на указанные соревнования, то есть на первенство России и на чемпионат России. Этот кубок, он путешествует по Сибири, но сами же понимаете, как качественно мы его проведем, какие мы будем гостеприимны, соответственно, там и будет следующий кубок Сибири. Нам бы хотелось, чтобы он был у нас еще раз. За попадание на первенство и чемпионат России спортсмены боролись в разных возрастах. Победителями в индивидуальных прыжках на батуте сразу в пяти возрастных категориях стали спортсмены Новосибирской области. В командных соревнованиях среди девушек лучшими оказались ростовчанки, среди юношей – новосибирцы. В число сильнейших в прыжках на двойном мини-трампе вошли атлеты Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов Иркутской области и Республики Татарстан. Высокие результаты на акробатической дорожке показали спортсмены Казахстана, Кировской, Новосибирской, Иркутской областей, Ханты-Мансийского округа и Республики Татарстан. Я уже с четырех лет в спорте. Сейчас мне 15-11 лет уже просто в спорте, я не могу без него. Какие у тебя планы? Ну, сейчас я получу мастера, потом, как пойдет, если хочу попасть в сборную России, потом ездить на первенство мира, Европы. Несколько лет назад я здесь уже был. Ну, я стараюсь улучшать свои результаты и сейчас я надеюсь сдать разряд кандидата мастера спорта. Амичи стали призерами в командных соревнованиях по прыжкам на батуте. Второе место у девушек, третье у юношей. Две бронзы завоевали наши ребята и в индивидуальных состязаниях. В синхронных прыжках они стали вторыми среди юношей 13-14 лет. На акробатической дорожке хозяева соревнований взяли одно золото, два серебра и две бронзы. Все в разных возрастных категориях. Насколько ответственны для тебя сегодня соревнования? Ну, очень ответственны, потому что я к ним долго готовилась. Они, ну, очень большие, сюда много городов приехало. Сильнейшие спортсмены Кубка Сибири отправятся на чемпионаты первенства России, которые пройдут в сентябре и октябре этого года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова